Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Наш сегодняшний разговор будет посвящен Дню памяти воинов-интернационалистов. Знакомьтесь с гостем программы и присоединяйтесь к диалогу. День памяти воинов-интернационалистов. Гомельскую службу награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и от благодарного афганского народа. Почетные грамоты Президиума Верховного Совета СССР. В 1987 году получил высшее образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины на физическом факультете. Работал в областной комсомольской организации. В 1994 году возглавил комитет общественного объединения «Белорусский союз молодежи». С 2000 по 2004 год являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2004 по 2008 год был председателем Совета по делам религии и национальности Гомельского облсполкома. Затем два года работал заместителем начальника Главного управления идеологической работы Гомельского облсполкома. С 2010 года и по настоящее время председатель областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043, номер связи по Viber плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Прежде чем мы перейдем к главной теме нашей беседы, я прошу вас поделиться своими впечатлениями от участия в 6-м Всебелорусском народном собрании. Что из услышанного, из того, что обсуждали на масштабном народном форуме, наиболее важно лично для вас? Вы знаете, я участник уже не первого собрания, и когда мы собирались ехать, когда шли все диалоговые площадки здесь, в Гомельской области, очень много разных домыслов, очень много разных, ну, кто что придумает, о том, что Себедрусское народное собрание примет решение об измене Конституции, что Себедрусское народное собрание примет решение о том, что это будет Конституционный орган, и его возглавит президент страны, и какой-то новый орган у нас будет. Но я еще повторяю, что домовслов было очень много. Я, как, как говорится, уже такой очевидец этого всего, я прекрасно знал, что Всебелорусское народное собрание, главная задача, это одна, подвести итоги социально-экономического развития страны, проанализировать, где что они сделали, что-то получилось, что-то не получилось, и принять программу, опять-таки, социально-экономического развития на следующую пятилетку. Чем отличалось это собрание, например, от предыдущего? Президент в своем, свой доклад разделил на две части. Первая часть политическая, вторая экономическая. И вот Всебелорусское народное собрание приняло программу социально-экономического развития, но также принята резолюция, где четко прописано, чем кто должен заниматься. И как в программе, так и в резолюции. Ну и, конечно же, на первую часть дан ответ политический, по какому курсу мы идем, что мы будем делать, как мы будем делать. Поэтому, еще раз говорю, что Всебелорусское народное собрание, оно определяет стратегию развития страны на следующие пять лет. И в конечном итоге будущее каждого из нас. Ну, конечно, конечно, есть. И то, как мы будем жить. Конечно, конечно. От того, как будет работать промышленность, сельское хозяйство, строительный комплекс и так далее, от этого будет зависеть, будут ли сегодня наши врачи, учителя, работники культуры, будут ли они с заработной платой, будут ли они на сегодняшний день работать, и как они будут работать. Ну и в конечном итоге то, как будут выполняться эти поставленные задачи, тоже зависит от работы каждого на своем месте и от добросовестности. Как вы считаете, какие наболевшие вопросы, которые касаются аспектов жизни людей, которые принимали участие в военных действиях на территории других стран, сегодня нужно решать на законодательном уровне? Ну, опять-таки, возвращаясь, наверное, еще один раз мы вернемся к нашему Сибиросскому народному собранию. Я вам скажу, что я на него ехал как представитель ветеранской организации. Я на него ехал как представитель профсоюза работников культуры. Ну и я принимал участие в общественной приемной, и в мой адрес поступили обращения, например, от МЖК Солнечного, у нас в городе Гомель есть такое, от других граждан. Поэтому все эти вопросы, которые накопились, например, у работников культуры, это вопросы работников библиотеки, клубных работников по заработной плате. У ветеранов войны в Афганистане свои проблемы. Вот я эти все разделил на несколько блоков и по направлениям в секретариат нашего Всебелорусского народного собрания еще отдал. Поэтому на законодательном уровне на сегодняшний день проблемы, которые есть у ветеранов войны в Афганистане, они должны решаться, конечно же, с принятием или принятием нового закона о ветеранах, или же внесением изменений в старый закон. Потому что статья 2 закона о ветеранах говорит о том, кто является ветераном войны. Считаю, что эту статью нужно объединить со статьей «Участники локальных войн и военных конфликтов», потому что все, кто принимал участие в этих конфликтах за пределами Советского Союза, они являются участниками войны. То есть сегодня нашему парламенту, и такие предложения опять-таки мы отдали в парламент, парламенту необходимо приступить в срочном порядке к внесению изменений в закон о ветеранах и принять его. Я думаю, что этим мы во многом, как говорится, решим те проблемы, которые сегодня стоят у воинов-интернационалистов. Уважаемые телезрители, если вы хотите рассказать нам о ваших наболевших вопросах, поделиться мнениями, может быть, кого-то поблагодарить, то звоните. Мы в прямом эфире 340-043, номер телефона в нашей студии, и как раз у нас на линии есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, я хочу поздравить этого человека, как воина интернационализа со службой и военных действий в Афганистане. Нас тогда в школе этому хорошо по истории и по НВП нам хорошо знакомили. А вот то, пожалуйста, чтобы нынешних детей знакомили со службой, и то, что как проходило в Афганистане, а то дети, как около воина-интернационалиста, они себя нелегально лишь бы как ведут, и то стараются описать или напачкать, лишь бы что сделать, чтобы наши дети были хорошо знакомы по истории с этим. Спасибо за звонок. Сегодня действительно день памяти воинов-интернационалистов, день вывода советских войск из Афганистана, о том, как он проходил, сегодня мы еще поговорим. И действительно на воинов-интернационалистов, на афганцев, на людей, у которых есть уникальный боевой опыт, на людей, которые служили, которые защищали интересы своего отечества, возлагаются серьезные задачи по патриотическому воспитанию, по нравственному воспитанию. Конечно, дети бывают разные, как и взрослые разные, как и семьи разные. И есть и великолепные, воспитанные, добрые, чуткие, отзывчивые дети, есть и другие примеры. Но я знаю, что внимание этой работе именно встречам с подрастающим поколением, с тем, чтобы рассказать, что такое хорошо, что такое плохо, что такое война, что такое долг настоящего мужчины, солдата, офицера. Работа эта огромная, колоссальная, она проводится. Я вам скажу, вот даже сегодня, выступая на митинге, у нас митинг сегодня был, я обратился к нашим воинам-интернационалистам, чтобы они шли сегодня в учебные заведения, в школы, в молодежную аудиторию. Сегодня ветераны войны в Афганистане – это правоприемники, правоприемники ветеранов Великой Отечественной войны. И если ту историческую правду о всех войнах, которые были, об отношении к воинам-интернационалистам, они сами не донесут до молодых людей, все это будет прочитано в искаженном виде, все это будет преподнесено в искаженном виде. Да, и будут знать историю по американским боевикам. Так точно. Поэтому сказать, что на сегодняшний день там разные бывают дети, конечно, на то они и дети. Когда говорят, что у нас сегодня не такая молодежь, на то она и молодежь. Что у них все должно быть не такое. Если оно будет такое, как у нас, так мы не развиваемся. И вот я сегодня пришел к вам на передажу, я взял с собой газету. Газету «Гомельская правда» за 11 февраля. Понимаете, мне просто... Когда я знал, что будет вопрос по патриотическому воспитанию и так далее. Понимаете, лучше всего это все, как говорится, рассказывать и показывать на примерах. В «Гомельской правде» написала ученица Арина Мельникова. В бой шли вчерашние мальчишки. «Добрый день, меня зовут Арина, мне 12 лет. Живу в городе Гомель, учусь в 7-м А-классе средней школы номер 5. Вместе с мамой, учителем истории нашей школы, Ольгой Ивановной Мельниковой, изучила материалы о пережитой советским народом войне в Афганистане. Решила написать «Гомельскую правду» в свое стихотворение. Вот я, чтобы не занимать время стихотворения, читать не буду. Я думаю, что наши телезрители приобретут тебе газету «Гомельская правда» и прочтут. В 7-м классе такое написать, вы мне, конечно, извините, но это просто на сегодняшний день человек пронизан врачим патриотизмом, человек пронизан этой темой. Я хочу уразить огромную благодарность тому же учителю Ольге Ивановне. Я хочу уразить огромную благодарность матери этой девочки за их такое трепетное отношение к этой теме, к теме афганской войны, за такое воспитание ребенка. И я думаю, что если они сегодня меня смотрят, пусть обратятся на телевидение к вам, чтобы со мной их связали. У нас есть прекрасный альбом, который мы в прошлом году выпустили. Альбом называется «Гомельчане на далекой войне». Очень фотоальбом, красочный такой, с высказыванием, с воспоминанием наших живых воинов-интернационалистов, которые живут в Гомельской области. Я с удовольствием сегодня подарю этот альбом автору этого стихотворения, ну и, конечно же, «Пятой школе». Да, и нас позовите обязательно, журналистов, навстречу, потому что с таким ребенком нужно познакомиться и об этой девочке нужно рассказать. Личность может быть взрослой и зрелой, даже если она всего еще в седьмом классе. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Это Иван Звонец, Петриков Игорь Алексеевич, воин-интернационалист. Я хотел поблагодарить всех, кто помогал мне в получении военной группы. Это, в первую очередь, жена моя, председатель Афганской ассоциации Зукеевич Михаил, депутат наш Данченко, ортопед Кравцов, ортопед Урий, генерал-майор Бурдыка, полковник Олухович Коржева, терапевт Коржева, зам госпиталя Минчик Марина Борисовна, и боевые товарищи Соловьев, Левша, Мисаченко и так далее. Я хотел большое сказать спасибо всем, кто меня поддержал в трудную минуту и помогал до последней минуты бороться с нашим мреком за справедливость. Игорь Алексеевич, спасибо за звонок. Здоровья вам крепкого. Спасибо, что позвонили, выразили благодарность. У нас есть сюжет. Мы обязательно покажем вашу историю. Я хотел буквально минуту прокомментировать. Вот эти слова Петрика. Понимаете, мы не боролись с мреком. Не надо. Мрек выполнял свои задачи, свои функции. У них свои, как говорится, задачи. И нужно было просто-напросто доказать. Нужно было просто-напросто иметь документы, архивные документы. А все из-за того, что когда служили в Афганистане, когда кто-то получал ранения, кто-то получал контузию, кто-то получал какие-то другие увечья, заболевания и так далее. Это все практически во многих случаях плохо оформлялось. И на сегодняшний день в архивах Министерства обороны России, в медицинских архивах Министерства обороны России, в Питере и в архивах Пушкина, в Московской области, нет документов. Поэтому нужно было все это пройти, нужно было пройти экспертизы и так далее, еще доказать. Вот здесь не надо говорить о том, что мы боролись с мреками. Люди на своем месте, они выполняли свои функции, но им нужно, как говорится, документы, что именно это связано. Ну, слава богу, что все, как говорится, подтвердилось. Слава богу, что человек получил свою группу инвалидности. И на сегодняшний день вопрос решился положительно. Но и досаду, Михаил Григорьевич, тоже понять можно. Ну, конечно, столько времени мы с этим всем... Потому что это был важный вопрос, от этого затрачено очень много сил, очень много средств. А вы дипломат, Михаил Григорьевич, поэтому у вас так все и получается. Понимаете, дипломат, может быть дипломат, но я еще раз говорю, что если сегодня все документы в порядке и не есть... У меня много, например, сегодня вопросов к нашим медикам, очень много. Не потому что там они плохие, нет, они все хорошие. Ну, например, понимаете, вот сколько сегодня я просил и у наших медиков, нашего медицинского университета. Там сегодня есть светилы, которые могли бы, например, дать свое заключение о том, что посттравматический синдром – это заболевание. И если человек на первоначальной стадии не прошел реабилитацию, это заболевание, и оно 50-60 лет, оно, как говорится, приобретает необратимые процессы. И если бы сегодня наши медики сказали, что да, это заболевание, это группа инвалидности, у нас бы многие вопросы решались с прохождением на профпригодность и так далее. Конечно, они решатся, и рано или поздно они решатся, это будет установлено. Жаль только, что много людей уже мы потеряем, они уже просто уйдут из жизни. Михаил Григорьевич, сейчас давайте посмотрим историю Игоря Алексеевича. Давайте. Внимание на экран, и мы вернемся в студию через несколько минут. Присоединяйтесь к нам. В тот осенний день 2020-го для тех, кто проходил мимо первого корпуса дома 59 по улице Кожера в Гомеле, посадка цветов несколькими взрослыми мужчинами казалась, наверное, чем-то необычным. И наверняка никто из них даже подумать не мог, что это афганцы, таким образом хотят оставить память о своих погибших товарищах. Наверное, это вообще единственный пример в регионе, когда памятник о той войне создается в виде цветочной клумбы. Инициатор проекта Игорь Петриков уверен, на погибших должно напоминать живое. Было посажено на их строгу. Д, Р, А. Сейчас в продолжение клумбы мы посадили знак спецназа нашего 334-го отдельного специального батальона и ВДВ, где мы производили прыжки в моряной горке. И 105 цифру поставили. Это 105 погибших ребят за время нашей службы. 334-й отдельный отряд специального назначения Главного разведывательного управления Советской армии, в котором служил Игорь Петриков, по легенде, генштаба именовался 5-м отдельным мотострелковым батальоном. Его бойцы и сегодня называют свое подразделение именно батальоном, из которого на родину не вернулись более 100 человек. Каждый посаженный в этот день цветок на Гомельской клумбе – это память о погибших друзьях. Вытаскивали вертушку, нарвались на засаду. Всех 17 человек там так и остался. Мишка остался последним, на радиостанции был. Все вызывал огонь на себя, так и погиб. В Кремльинском похоронен Ивлев, под Луганском похоронен Мишка. В нашем батальоне за время нашей службы ни один не сдался в плен. 8 человек подорвали сами себя, когда попали в окружение, когда вот в Мараварском ущелье кончились патроны. И Черный Аист их уже окружал и хотели взять в плен спецназовца. Ни один спецназовец не сдался. Они сели кружком, полукругом и взяли мину, помолились Господу Богу и ждали подхода душманов. Когда душманы и Черный Аист подошли и возрадовали, что возьмут 8 спецназовцев, которые решили сдаться. И когда они подошли ближе, они взорвали сами себя и положили возле себя несколько духов. В Мараварском ущелье, о котором говорит Игорь Петриков, попали в засаду и за один день погибли 35 спецназовцев. Упоминаемый им Черный Аист – это диверсионный истребительный отряд афганских маджахедов, руководителем которого был, вероятнее всего, известный террорист Усама Бен Ладан. По другой версии, его основу составляли сотрудники пакистанского спецназа. В любом случае, это был очень сильный и всесторонне подготовленный противник. Сам Игорь Петриков полевое ранение в ногу получил позже, за несколько дней до демобилизации во время операции по спасению командира. Уже потом на гражданке в результате разрушения кости раненая нога стала короче на 5 сантиметров. Это трудно объяснить, но несмотря на заключение республиканских научных институтов, ходатайство руководителей Министерства обороны и областного совета воинов-интернационалистов, тогдашний состав областной медицинской комиссии признавать ранение боевым отказался. Ситуация изменилась только в конце прошлого года. Теперь Игорь Петриков – военный инвалид второй группы. И дело даже не в полученных в таком случае льготах. Пусть даже и в другой стране, но они сражались за Родину. Это было поколение молодых патриотов, для которых Родина была совсем не абстрактным понятием. Если бы не Афганистан, у Игоря Петрикова была бы совсем другая жизнь, без инвалидности и ночных кошмаров. Однако подчеркивает, сегодня он ни о чем не жалеет. Никак не жалею. Я считаю, что в то время, в которое мы жили, это нужно было. И каждый рвался отдать свой долг за честь нашей Родины. Это каждый человек знал, что если он защищает свою Родину, то его родители, мать, жена, дочь, еще детей не было, как говорится, мать, жена, сестры, братья, они, любимая девушка, ждут тебя и спокойно спят. Что тогда была угроза от американцев размещения першингов на территории Афганистана. Мы выполнили свою задачу. Американцы вошли после нас только спустя 10 лет. Вы смотрите «Диалог» Михаил Жукевич, председатель Гомерской областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане. Сегодня у нас в гостях. И по номеру телефона прямого эфира 340 043 мы принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я служил в Афганистане с 1984 года по 1987 год в качестве водителя. Принимал участие в перевозке крузов на боевые колонны. Участвовал. Военская часть находилась в Шинданде. Я являлся служащим Советской армии. Принимал участие в боевых колоннах. Перевозили разные одежды. Крузы. Все такое. Но мне основной вопрос. Почему такое вот сейчас, допустим, неравноправие среди военнослужащих и служащих Советской армии, которые принимали участие в боевых действиях? Спасибо за вопрос. Тоже один из самых наболевших. Ясно. Вы знаете, этот вопрос, когда я начал слушать, он уже о нем мы давно знаем и так далее. Опять-таки, не один раз мы обращались и в Министерство труда и соцзащиты, в Министерство обороны. Речь идет о людях, которые были служащими в Афганистане. Речь идет о медицинских сестрах. Речь идет о медицинских врачах, которые служили. Они были гражданскими людьми. Их призывали в Афганистан, и они там служили. Да, на сегодняшний день они не приравнены к тем, кто держал оружие в руках. Хотя вот этот человек, который был водителем, я уверен, что за ним был закреплен автомат, потому что он выезжал за пределы части и так далее. Поэтому держал он оружие в руках. И такой у нас на сегодняшний день закон. Мы уже в парламент свое отдали, свои предложения опять-таки. Отдали предложение в свою администрацию президента о том, чтобы... Там гласить вопрос как? Так что военнослужащие регулярной армии. А понятие регулярной армии было в годы войны. А затем такое понятие, как регулярная армия, ушло в небытие. А в законе такое прописали. Поэтому я думаю, что вместе с законом о ветеранах этот вопрос должен решиться, потому что сегодня проблема, я еще раз повторяю, что у врачей, у медицинских сестер, которые стояли день и ночь, которые, как говорится, спасались на сегодняшний день. Не бывает на сегодня армии, которая не может обойтись без гражданских специалистов. Сколько бы сегодня мы солдат не подготовили водителями, все равно профессиональные водители, особенно наливники, которые были в Афганистане, которые топливо возили, которые дальнебойщики, которые нужно было из центра России заехать в Афганистан. Солдат этого, как говорится, сделать не мог. Срочной службы. Поэтому эти люди на сегодняшний день заслуживают тех льгот, которые у военнослужащих, которые держали оружие в руках, которые служили в срочную службу, которые были офицерами и так далее. Люди рисковали жизнью, люди были в постоянном движении. Конечно, конечно. Этот вопрос сегодня находится и в администрации, и в парламенте. Когда будут рассматриваться законы в вецеранах, я думаю, что там есть наши представители, и обязательно этот вопрос будет поднят. Что это восстановление справедливости. Мы смотрели сюжет, мы познакомились с его героем, с его непростой историей. Конечно, я думаю, что у воинов-афганцев есть действительно настоящее братство, настоящая дружба. У вас получилось создать очень боеспособную организацию, крепкую. Михаил Григорьевич, мы каждый год с вами здесь встречались, обсуждали какие-то насущные проблемы. Что еще за этот непростой 2020 удалось сделать, кому удалось помочь? Ну, вот, вы уже говорили, и вот сейчас посмотрели сюжет по Игору Петрикову, таких вопросов, и по группе инвалидности, вопросы по прохождению комиссии на профпригодность, очень много вопросов, поэтому организация оказывает помощь. Организация, у нас был ветеран войны в Афганистане, он умер, ну, нужно было помочь и установить ограду, вот, эти вопросы. Понимаете, на сегодняшний день самое главное, конечно, главный вопрос – это финансирование деньги. Вот, были бы сегодня деньги, конечно, мы бы всем помогали без вопросов. Вот, у нас, например, в Лельщицкой районной организации, вот, организация приняла такое решение, и они практически всем воинам интернационалистам, которые уходят, еще, я считаю, что очень молодой возраст, вот, 50-60 лет, это очень молодое не уходит, вот, они через, там, предпринимателя и так далее, вот, устанавливают памятники, помогают устанавливать. Жалко, правда, что, вот, буквально недавно, вот, в четверг, когда начало себе русское народное собрание, ушел из жизни председатель, председатель Лельщицкой районной организации, вот, скажем, почти, что так скончался. Ну, вот, я хочу сегодня обратиться еще раз ко всем своим воинам, интернационалистам, своим друзьям, своим, как говорится, соратникам и так далее. Берегите, берегите жизнь, потому что, ну, тяжело очень слушать, тяжело очень слышать, когда у, не дожил до 60 лет, и я вам скажу, что это люди, работа спортом, но, как говорится, люди еще не пенсионеры, солдаты, которые служили в обоих зданиях, обыкновенные солдаты. Вот, я могу, когда у меня спрашивают статистику, сколько сегодня там воинов, интернационалистов. Каждый год, да. Каждый год, понимаете. Говорим об этом. Вот, это вот, сердце сжимается, когда я начинаю говорить, понимаете, на 15 февраля 89-го года, когда выводили войска из Афганистана, уроженцев Гомельской области было около 5000, которые проходили в службу в Афганистане. 500 человек принимали участие в других локальных войнах и военных конфликтах. И вот, когда мы эту статистику в 2016 году провели, я подумал, ну, может быть, кто-то куда-то уехал, может, что... Но, следующий запрос, мне спасибо областной военной комиссариат, помогает. Следующий запрос, который мы сделали, вот, а сколько же умерло? Вот. Так вот, на 15 мая 2016 года тысячу человек. Вот. И вот на сегодняшний день афганцев три с половиной тысячи. Вот. Я же думал, что там, в связи с Чернобылем, может, кто-то куда-то уехал, все... Все они, как говорится, да, там, один, два, пять человек, все они здесь трудились и остались, как говорится. Не своевременно, конечно, уходить из жизни у людей в семье, Что касается этого сюжета, я вам скажу, что, уважаемые воины-интернационалисты, это пример для нас. Вот. Человек на сегодняшний день, тяжело ему ходить, вот, он с этой палочкой своей и так далее, но он нашел себя. Это та же реабилитация. Вот. Поэтому, да, ему те друзья, с которыми вместе служили в Афганистане, вот, они ему помогают в этом, да, он обращается, понимаете, он такой настырный, вот, он может обратиться к кому угодно, это если ему надо что-то, чем-то, вот, не для себя, а для дела, вот, чтобы другие видели о том, что жизнь продолжается. Михаил Григорьевич, вот об этом давайте поговорим, жизнь продолжается, и помимо каких-то серьезных, насущных, бытовых вещей и важных с точки зрения сохранения исторической памяти, воспитания подрастающего поколения, вы еще и уделяете внимание таким вещам, как просто дружеские встречи, просто фестивали, просто собраться вместе, проявить свои способности, таланты, отдохнуть, провести хорошо время, спортом заниматься, да, расскажите об этой стране, 2020 он, конечно, так немножко отложил в сторону, все не самое сейчас важное из-за пандемии, понятно, но было ли что-то вот действительно хорошее, чтобы показалось, что настроение по-прежнему боевое, ребят? Ну, продолжить тему патриотизма, продолжить тему сохранения памяти и так далее, вот, я хочу сказать, что мы каждый год вот что-то такое делаем для того, чтобы оставить какой-то след, вот, вот я вам скажу, что в этом 21-го года начался, и мы с 21-го года совместно с городским музеем истории города Гомеля, вот, мы делаем, сейчас собираем материалы и делаем прекраснейшую выставку, ну, вот, она будет такая, понимается, ну, где-то, где-то поучительная, где-то траурная, где-то поминальная такая и так далее, с одной стороны полностью, будут фотографии родителей, фотографии тех населенных пунктов, где родились, та жизнь, которая была в детстве и в молодости, вот, и там вот написано, они провожали их в армию, следующее, это все наши погибшие, все события в Афганистане и так далее, будут называться, вот, они не вернулись с афганской войны, посредине будет стоять поминальный стол со всеми атрибутами, вот, поэтому я хочу обратиться сегодня к воинам-интернационалистам, к теме погибших, если у кого-то есть какие-то интересные там фотографии, письма, что-то другое и так далее, пожалуйста, мы с удовольствием это все возьмем, отсканируем и для того, чтобы, я думаю, что к 9 мая мы эту выставку сделаем. Что касается фестиваля и так далее, мы в прошлом году не смогли провести единственное мероприятие, это слет ветеранов боевых действий, вот, как раз-то был пик такой, вот, и все остальные наши мероприятия, вот, все, все, что мы планировали, мы провели, это и встречи в школе, это и ветераны войны вчера, вчера, сегодня, завтра, это и ветераны войны в Афганистане с ветеранами Великая Отечественная связь поколений с приглашением студентов и так далее, это и наш традиционный фестиваль афганской песни в городе Жлобин, областной фестиваль, все это мы провели, и я вам скажу, что вот последнее, мы думали проводить или не проводить фестиваль, но благодаря настойчивости и Жлобинского райисполкома, и председателя Жлобинской организации, ну вот, мы провели фестиваль, и провели, я вам скажу, что, ну, красиво он прошел, зрителей не меньше, да, единственное, что люди сидели в масках и так далее, что вот, никакого всплеска коронавируса в Жлобине не произошло, вот, поэтому в этом году, естественно, что мы наш слет ветеранов боевых действий проведем по-любому, ну, единственное, что к нам в этом году только с России приезжали, вот, так границы закрыты, не пускают друг другу, но я думаю, что вот уже с Россией открылось движение, вот, открывается она с другими нашими регионами и так далее, будем дальше дружить с семьями. У нас пять минут до окончания программы и есть музыкальное произведение, я знаю, которым вы гордитесь, Михаил Григорьевич. Да, я попросил одну секундочку, музыкальное произведение, это наши лауреаты фестиваля афганской песни, ансамбль, дуэт Орел, вот, они написали новую песню, вот, они когда-то давным-давно участвовали в наших всех мероприятиях, вот, изъявили желание, как говорится, вернуться к нам, вот, и принять участие, ну, и, конечно же, работники культуры, которые написали красивый клип и так далее, я думаю, что наши телезрители должны оценить его. Давайте посмотрим. До свидания, Кабун, ночь ходит за собаки седые, за собой оставляя мирно спящий во вне городок, Не тревожьтесь, друзья, не печальтесь, мои дорогие, возвратиться домой, мы надеемся в срок, нас умоют дожди, на угловых горах, на привале, держим путь на восток, выполняем приказ, Очень все, как всегда, прочим все, как бывало, вот такая работа, иная судьба не для нас. Поживай, командир, на прощание удачи, способ смерти сдувать, нам с тобой не в герои. Пусть спросят нас родные, мы не можем иначе, пожелайте, друзья, возвращения домой. Сегодня нас ждет, что сегодня нас ждет, одного, только Богу неизвестно, повернутся назад. Суждено ведь не все, суждено ведь не все, и откуда беда вдруг пришла, вдруг пришла, неизвестно, белый упор уремен, нас роняя на снег, по огням впереди, свечут вешено пули, с обрыва. Вот последний эфир, вышел наш командир. Отступайтесь, руки прокричал, прокричал, он с надрыва. Не уйдем с рубежа, только хватит лети, пожелай, командир, на прощай и удачи, после смерти вступать нам с тобой не впервые. Пусть простят нас, родные, мы не можем иначе, пожелайте, друзья, возвращения домой. Пусть простят нас, родные, мы не можем иначе, пожелайте, друзья, возвращения домой. До свидания, кому не уходят в туманы, седые, за собой оставляя мир, воспящий во мгле, городок. Пусть простят нас, друзья, пусть простят Возвратиться в назначенный срок. Возвратиться в назначенный срок. Это был дуэт под названием Ири Оль, девушки-лауреаты фестиваля афганской песни. Михаил Григорьевич, осталось только пожелать сил, здоровья, бодрости, уверенности в завтрашнем дне всему замечательному сообществу воинов-интернационалистов, настоящих мужчин, патриотов, людей, которые выполняли свой долг. Спасибо. Спасибо огромное. Да, заслуживают уважения и признания нашего. Спасибо. Спасибо за диалог. Это был диалог с Михаилом Жукевичем, председателем Гомельской областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова